РН, ты что делаешь? Максют, понимаешь, у тебя же день рождения скоро, а я вот хочу выбрать альп тебе сделать новый. У тебя хорошая, конечно, но вот, ну что ты, ну смотри, хорошая какая, подойдет же, как ты думаешь? Да, подойдет, бери, пойдет делать передачу. Ну ладно, хорошо, сейчас начнем передачу скоро. Евгений, добрый день. Добрый день, Карат. Мы рады вас приветствовать в нашей передаче. Я коротко зачитаю ваше представление, а вы потом скажете, все правильно или нет. Итак, значит, Евгений Стадушный, генеральный директор Красноярской краевой филармонии. Родился в Москве, образование, окончил продюсерский факультет, затем аспирантуру Российской Академии Театрального Искусства, ну в простонаречии ГИТИС. Обучался по программе повышения квалификации в Davis Institute of Arts Management в Вашингтоне, в Соединенных Штатах Америки. И в рамках учебной программы также стажировался в отделах маркетинга и фандрейзинга Kennedy Center и концертного отдела Национального символического оркестра в Вашингтоне. Обучался в Институте повышения квалификации государственных служащих по курсу «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях». Прошел профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент государственных, муниципальных и корпоративных закупок» с квалификацией специалистов в сфере закупок. Потом работал заместителем директора по планированию концертной и финансовой деятельности в Государственном камерном оркестре «Виртуозы Москвы». Генеральный директор Красноярской краевой филармонии с 25 июня 2018 года, то есть почти два года уже. Также принимал участие в подготовке материалов для концепции и развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации. А также по приглашению школы-студии МХАТ разработал и преподавал авторский курс «Продюсерская деятельность в музыкально-концертной сфере». Все правильно? Да, но только это все проходило не подряд, а практически параллельно. Ну, учитывая ваш пока еще непреклонный возраст, понятно, что вы не очень много лет на это потратили. Евгений, вообще надо сказать, что мы когда читали вот этот перечень, это потрясающее впечатление, потому что вы, мягко говоря, разносторонне образованный человек. И тут и актерские, значит, виртуозы Москвы, и бухгалтерство, и закупки, и, значит, подготовка концепции. То есть, ну, это довольно редкие примеры, очень для нас позитивные. У нас, естественно, созрели на основе этого вопроса, и я вот хочу, чтобы Максим первый вопрос задал. Приветствую, Максим. С удовольствием отвечу. Я, правда, я был в шоке от такой вот, на мой взгляд, очень правильной биографии для руководителя. Сейчас такой вопрос. Помогает ли опыт такого образования, полученный в других странах и в абсолютно других культурах, в работе в нашей стране? И применим ли этот опыт полностью к нашему менталитету и вообще к нашей экономике, к нашей культуре? Спасибо за вопрос. Интересный. И я вам сразу приведу такой же интересный факт. Если вы составите список директоров или управляющих в сфере театральной, концертной, и сделаете из него свой внутренний рейтинг по успешности, по эффективности, а потом копнете вглубь образование этих людей, практически у каждого из них за плечами годовая или, может быть, многолетняя стажировка за границей. Это для меня самого послужило открытием, но первопроходством в этом деле были такие люди, как Александр Николаевич Калатурский, как Ольга Николаевна Томина, между прочим, из Нижнего Новгорода, потом управляющий сейчас музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко, господин Гетман, все эти люди, имеющие очень высокую и профессиональную репутацию, они имеют вот этот базис, который, видимо, позволил им выйти из, ну, на тот момент, видимо, советской коробочки, а в целом просто из нашего обыденного мышления и позволил, видимо, принимать стратегически правильные решения, давая направление тому делу, которое они в тот или иной момент возглавляли. Поэтому я считаю, что, конечно, применим, потому что просто расширяет кругозор и позволяет видеть себя не внутри конкретного момента, а в целом на общем поле, что и должен делать любой руководитель, который хочет организацию куда-то везти из пункта А в пункт Б. Что изменилось? Что вы сейчас делаете? Такого, чего не делали в Советском Союзе руководители филармонии? На самом деле ничего сверхъестественного не происходит, кроме того, что мы действуем соразмерно среде, в которой живем. То есть концертная жизнь Советского Союза, она носила, как и все в нашей стране, планово-распределительный характер. Это, кстати, нанесло огромный удар по народному искусству, потому что народное искусство, балалайшники, народный танец, это была обязательная часть любой программы. А когда бахнули 90-е годы, когда все обязательные нормативы отпали, люди остались не у дел, потому что не имели инструментов взаимодействия с аудиторией, не умели становиться нужными, не понимали, как работать с потребностью, спросом, формировать предложения. Теперь мы, грубо говоря, существуем в рыночной экономике с большой долей влияния государства, но она все равно рыночная, потому что в залы ходят люди, они покупают билеты, и именно покупка этого билета является нашим по-модному KPI, то есть то, как государство меряет эффективность концертной организации. Ну а теперь переходим в плоскость бизнес-процессов, это называется отношение с клиентом, то есть продажа, таким образом получается, если вы понимаете, как продавать конкретный продукт, я сразу прошу прощения у вас, как у артистов, потому что я буду называть вещи теми именами и категориями, в которых я вынужден существовать как руководитель, а не как простой зритель, то таким образом про качество я сейчас не говорю, у меня есть конкретный набор продуктов, есть набор производителей этих продуктов в виде солистов, камерных ансамблей, симфонического оркестра, ансамбля танца, у нас таких коллективов 14 внутри филармонии, там примерно 400 творческих сотрудников. Вот, соответственно, как этот продукт донести до максимального количества потребителей, как им продать, как их не разочаровать, что самое интересное, как донести их до правильного круга людей, чтобы не было разочарования в момент столкновения с продуктом. Вот это вот то, что можно сделать за счет бизнес-образования, за счет понимания процессов, за счет понимания того, как эта экономика, существующая по таким принципам на Западе уже очень давно, работает? Я надеюсь, это было не очень закручено, и мысль понятна. Нет, отлично, отличный ответ, на самом деле очень правильный, очень точный. И я как раз, исходя из этого ответа, хочу задать вопрос вот про пресловутый менталитет, да, есть ли все-таки разница в ощущениях в бизнес-процессах у нас и в Соединенных Штатах Америки, где вот вы стажировались, применимы именно к музыкальной нашей жизни? То есть вот даже если взять этот продукт, который вы применили, да, для нас, например, оно не несет ничего обидного, потому что мы понимаем и подтекст этого слова, да, и всю экономику, скажем так, этого слова, но я предполагаю, что какое-то количество наших коллег, там, старшего возраста или, наоборот, там, нашего, младшего, могут банально просто на это слово обидеться, к примеру, да? А, например, в Соединенных Штатах это вполне емкое и понятное слово, которое несет в себе определенный посыл и вот действительно целую отрасль, скажем так. То есть есть ли разница между нами ими, так, если упростить? Безусловно. Можем начать с шаблонов. Помните замечательное выражение «time is money», да? В российской, российская культура имеет роскошь находиться под эгидой государства. Бюджет любой концертной организации, в принципе, сбалансирован из расчета 75%, 80% бюджетных средств и 20% собственно заработанных. То есть, по сути, сейчас, не давая ни одного концерта, не имея возможности привлекать на свой счет сторонних средств, мы все равно стабильны, то есть мы сократились всего на 20%. В Америке, в Европе каждая твоя минута, она стоит денег, которые ты смог заработать. Ну, возьмем там Германию, где большая доля государственной поддержки. Но возьмите Англию. Там на full-time contract, да, на постоянном, бессрочном контракте, пять оркестров на всю эту достаточно могучую музыкальную державу. Соединенные Штаты, да, мы понимаем, есть культура профсоюзов и защиты интересов людей, но там никто не скажет, я пришел, вот у меня были индивидуальные занятия, вот сколько пришел, столько пришел. Нет, ты торгуешься за то время, которое предлагаешь. И никто тебе не будет заплачивать на простое все. Историю с Метрополитена Пера и оркестром Метрополитена Пера я вам не хочу пересказывать. Это прямо вот, я представляю, как это болезненно ударило. Вы себе можете представить такое в Большом театре? Никогда. У вас даже в голове это не укладывается. Вот и разница на этой театре. Прошу прощения по поводу Метрополитена. Мне просто рассказали оттуда эту историю, и на самом деле она выглядит чуть-чуть не так, как мы ее воспринимаем. Там как раз так получилось, что они все остались в плюсе, потому что они получили огромное количество всяких выплат, насколько мне это из Америки сказали. И как раз это все очень вовремя закрыли, потому что именно благодаря специальному законодательству так получилось, что они не работая, сохранили свою заработную плату. Может быть, вы расскажете что-то другое, я не знаю. Идея. Вы, безусловно, правы. Скорее всего, в контракте было предусмотрено, что необходимо определенный social security, золотой парашют, как это модно сейчас называть и так далее. Но вопрос такой, где окажется этот оркестр, если карантин затянется? Да? Понимаете как? А у нас все равно бюджет будет до последнего. Это самая неформальная часть государственной культурной политики поддерживать и пестовать культуру. И самый главный какой способ? Деньгами. Поддерживать деньгами. То есть мы сейчас вот даже в Красноярском крае, мы чувствуем себя крайне защищенными, понимая, да, есть план А. Это если мы с осени начнем. А если мы начнем с середины осени? А если мы начнем с декабря осени? Но все равно определенная уверенность в завтрашнем дне, она присутствует. Это обратная сторона государственного регулирования. Как вам кажется, насколько поможет нашим филармониям, нашим оркестрам, нашим творческим коллективам изменение закона о спонсорстве? Ведь таким образом, ну на самом деле, государство сможет или, скажем так, частично себя разгрузить и дать возможность заработать коллективам просто тем, что они смогут нормально общаться с представителями бизнеса, потому что те будут, ну не то что уходить от налогов, да, часть налогов будет поступать спонсорскими суммами в эти коллективы. Ты когда передачу будешь монтировать, не забудь тегнуть налоговую. Налоговую? Да. На этом вопросе, да. Тегнуть, да, это можно тегнуть. На самом деле, любое преимущество при переговорах с спонсором или с благотворителем о поддержке твоего дела, это плюс. Но мы должны понимать, что во многом спасение утопающих, дело рук своих утопающих. Уже вторая за сегодня банальная цитата, но это факт. Потому что инструментарий есть, но если мы не умеем им пользоваться, то это тупик. Как вы думаете, как много регионов уже приняли внутренний региональный нормативный акт, определяющий ставку этого налогового вычета? Если вы внимательно читали закон, там сказано, что закон заработает в том объеме, как это будет принято на региональном уровне. То есть, например, допустим, 10%, 5%, 3%. Но это решает правительство каждого отдельного региона. Я подозреваю, что сейчас мало кому есть чем похвастаться. Ну, по крайней мере, например, у нас в Красноярске мы еще не продвинулись с этим далеко вперед. Сейчас как раз работаем над этим. И я думаю, филармония ставит один из, так как можно слово, фасилитатором этого процесса, поскольку мы заинтересованы. Мы понимаем, как это делать, и для нас это пригодится. Но подчеркну, что вот за 2019 год без всякой поправки нам удалось привлечь напрямую косо на порядка 19 миллионов к нашей деятельности, просто выстраивая правильный диалог, разговаривая на одном языке с бизнесом. Вот, продолжая этот ответ, мы во многих интервью ваших читали одну мысль, которая нам очень близка и которая нам очень нравится, что культура для бизнеса это не партнер, а не проситель, что деятели культуры, организации культуры никогда не должны просить у бизнеса. Я с этим, например, полностью абсолютно согласен. Но я бы хотел, чтобы вы расшифровали и вот попробовали бы объяснить с точки зрения бизнеса. А зачем на самом деле бизнесу нужна культура как партнер? Ну, грубо говоря, разве не выгоднее, не интереснее, не ярче спонсировать там спорт, в котором гораздо больше отдача рекламная? То есть зачем нужна для бизнеса с точки зрения экономики культура? Вот именно как-то попробовать экономически это объяснить. Ну, давайте по несколько тезисов я вам предложу, да. Мы понимаем то, что бизнес это клиентоориентированное дело, производство или оказание услуг. Соответственно, у каждого дела есть своя целевая аудитория. То, что интересно 25 тысячам людей, смотрящим футбол на стадионе, может быть неинтересно тысяче человек, которые находятся в концертном зале. Это могут быть люди с разными предпочтениями, бэкграундом и прочее. То есть если вы хотите продать какой-то специальный продукт, условно говоря, для интеллектуалов, ну, предположим, хорошие часы, да, то где вы будете это делать? На матче торпеда-локомотив, да, или вы пойдете в заряде на концерт Анны и Софии Мутер, например, да. Чувствуете, что аудитория, скорее всего, будет во втором месте, ближе нам, и как люди, предпочитающие что-то изысканное, предпочту. Понимаю скепсис, потому что всегда есть вип-ложа и всегда есть целевая аудитория там, но в целом посмотрите по набору спонсоров. Это первое. Ну, основной тезис – целевая аудитория, разная целевая аудитория. Первое. Второй момент – решения принимаются двумя способами. Это либо личное решение владельца, либо решение, отвечающее политике социальной ответственности компании. Возьмите, например, фонд Потанина. Великолепный фонд, и сам руководитель делает очень много для благотворительности, для культуры благотворительности как таковой, да, но в его интересы не входит академическая музыка. Ну, никаким боком. И из всех ваших интервьюеров, с кем вы будете разговаривать, никто не скажет, что ему удалось от Потанина что-то получить. Не потому что он… Я знаю одного человека, который благодаря собственной близкой дружбе с Потанином что-то как-то вот получал. Готов это обсудить, интересный кейс будет, но официально нет ни одной музыкальной организации, которую бы Потанин поддерживал. Но посмотрите, что сделано для музеев. Потому что музей – часть культурной, социальной ответственности, которую на себя взяли структуры этого бизнесмена. И вот так мы можем посмотреть, кто занимается. Кто-то поддерживает искусство, кто-то поддерживает музыкантов, но специализированных. Теперь следующий момент. Личность или социальная ответственность, да, есть люди, которые вводят дружбу непосредственно с конкретными деятелями искусства. И тогда, я не буду называть фамилии великих, да, тот или иной великий имеет источник, близкий к нему, да, который поддерживает его инициативу. Это доверие, уважение, может быть, на национальной почве, может быть, на какой-то личной истории, которая произошла, например, история личного знакомства и так далее. Потому что удовольствие крупного бизнесмена от общения с великим артистом ровно такое же, как у великого артиста от общения с крупным бизнесменом. Все получают ситуацию win-win. Это вот основной принцип, который мы имеем. Поэтому дальше. А социальная политика, которую каждая компания разрабатывает, она проходит определенные круги согласования. Люди понимают, зачем они это делают. Если вы в нее попадаете, то у ваших проектов большие успехи по реализации. Из мелочей есть еще понятие GR, да, то есть тоже редко поднимаемая тема, Government Relationships, да, общение с государственной властью. Ну, представим себе, Красноярская филармония, это как Кремлевский дворец съездов в регионе Сибири, да, то есть площадка, где все происходит самое важное. Нам легко прийти к партнеру и сказать, ребята, у нас представители высшего эшелона региональной власти всегда, у нас вся элита, весь бомонд приходит. Вы присутствуете в нашем информационном пространстве, а вас не забывают, не забывают о вашем вкладе. Вы можете отреставрировать 10 детских площадок во дворах, их никто никогда не увидит, а ваш логотип будет видеть мэр каждый раз, приезжая на наш концерт. То есть здесь абсолютно прямая выгода. Но это не значит, что не надо ремонтировать детские площадки. Абсолютно нет. Поясню, мы находимся как культура в очень сложном положении. Давайте грубо скажем, мы конкурируем с детскими домами, мы конкурируем с пенсионерами, мы конкурируем с инвалидами. Это очень щекотливый вопрос, но это реальность, потому что все те средства, которые направляются к нам дополнительно, могут быть использованы для упомянутых, но и ранее, групп населения. И благотворитель принимает это решение. Как и люди, посещающие ваш концерт, они всегда могут что сделать? Купить билет в кино, либо купить билет на группу Ленинград, либо в конце концов просто в онлайн кинотеатр или в электронную книгу. То есть тоже вы конкурируете за внимание и время каждого отдельного зрителя. Очень интересно, очень хочется узнать, вот, ваше образование, широкий спектр ваших образований, закупки и бухгалтерия. Как это помогает в вашей работе, то есть знание этого, да? То есть я, например, знаю, что мне бы, например, это помогло, потому что я тоже начинаю там сейчас свое дело в России, меня долго не было в пространстве, но сейчас я понимаю, что было бы здорово, если бы я там понимал в бухгалтерии, а не доверял кому-то, кто, скорее всего, меня, допустим, там кинет, обманет или что. Почему? Хороший партнер в России может оказать вам достойные услуги. Я оставлю телефон. Отлично, прекрасно. Вот, мы уже, уже пошло взаимодействие. Очень хорошо. Вот, расскажите, пожалуйста, просто и для нас, и для всех, вот этот спектр разных образований, да, каким образом вам это помогает? Ну, смотрите, базовое образование, мне было приятно, что Карен сказала актерское, мои бывшие одноклассники считают, что я вообще режиссер, да, на самом деле я оканчивал продюсерский факультет, где мы нам, помимо истории театра, музыки, музыкального театра, социологии, психологии, нам преподавали микро- и макроэкономику, менеджмент, бухгалтерский учет и прочее. То есть, по сути, я продюсер по диплому, как не смешно это звучит, но через черточку еще и театровед. Это первый момент. Главное, что это дало понять экономику процесса, потому что самая удивительная, с чем сталкивается любой студент продюсерского, наверное, института, будь то в музыке, в кино или театре, это то, что театр – это хозяйствующий субъект. Для артиста или для зрителя эта фраза сбивает с ног. Ну, то есть, для нас это само собой разумеющееся, а люди за сценой не понимают, что скрывается, какая машина производственная там находится. Это первый момент. Второй момент, после того, как ты понимаешь, что театр – хозяйствующий субъект, ты начинаешь погружаться в продукт. Это отдельная история. Тут как раз история музыки, тут посещение и отсмотр самого материала, знакомство с демиургами, так сказать, с которыми я сегодня имею честь общаться, и как бы расширение кругозора о том, что, собственно, происходит уже на сцене. И третий момент – это детали, потому что в России как бы должность любого управляющего, директора в бюджетной сфере, а мы понимаем, что вся культура бюджетная, она своего рода расстрельная, потому что любая бухгалтерская ошибка, любые неправильно ставленные документы подведут тебя, могут подвести тебя под статью, прямым текстом. Вы же сейчас видите резонансные дела и седьмой студии, и если немножко покопаться в интернете, конфликт на конфликте. И я часто сталкиваюсь с тем, что предыстория конфликта – это не столько алчность и коррумпированность людей, сколько безграмотность. Потому что безграмотность ведет к тому, например, люди хотят сделать лучше, сэкономить на налогах, чтобы увеличить бюджет фестиваля, и, допустим, на фестиваль пригласить больше артистов. И начинают принимать необдуманные, бессмысленные решения, которые потом ведут к проверкам и к публичной экзекуции, так сказать. Кто-то заканчивает в тюрьме. Это очень весьма грустно. У меня семья, маленький ребенок, я не хотел бы так закончить. Можно ли тогда сказать, что те знаменитости наши, музыканты какие-то, дирижеры, режиссеры, которые становятся управляющими одновременно, не имея для этого образования подходящего, юридического, чтобы знать законы, чтобы потом, грубо говоря, и не сесть. То есть, если у них нет нормального помощника или у них нет директора, который этим всем действительно занимается, все это знает, у них очень большой шанс сесть. Да, безусловно. Либо нужно ничего не делать. Такой вариант тоже возможен. Понимаете, здесь... Нет, нет, нет. Это драма, это внутренняя драма, потому что, по сути, любой человек может поддерживать действующие процессы. Очень велика инерция бюрократической бюджетной машины. И вы можете возглавить Большой театр, продержаться два сезона, и никто даже ничего не заметит. А вот на третий сезон случится коллапс. Да? То есть, это краткосрочная перспектива и долгосрочная перспектива. А чтобы развивать, чтобы учреждение, которое ты возглавляешь, оркестр или концертный зал, культурный кластер, как я называю Красноярскую филармонию, обрело смыслное направление движения, его нужно задавать, юридически, экономически оценивать, понимать, для кого это все реализуется, и вести весь этот корабль в заданном направлении. Вот это самое большое удовольствие и восторг от своей профессии, которую я ощущаю. Тогда еще дальше, вот туда же. Мне так интересно. А что? Вот какая ситуация может произойти, которая со стороны для всех? Ну, это же будет... Ну, он же хотел, он же... То есть, что такое, например, может сделать такой вот выдающийся ход рук? С его точки зрения, вроде бы, он делал только, чтобы было все хорошо, а за это его действительно могут посадить. Ну, какой-нибудь скромный пример вот такой вот, который первый приходит в голову. Ну, смотрите, я вам приведу свой пример. Я, будучи человеком новым в Красноярске, сразу выработал для себя какие-то критерии, там, стоимости услуг, которые предоставляет Крывая филармония. И ко мне приходит продюсер. И говорит, у нас замечательный проект, но вот ты знаешь, мы финансово не сходимся. Я вот много лет на рынке, много делаю здесь, и это действительно так. Ты мог бы мне, например, сделать скидку 100 тысяч рублей? Я говорю, поймите правильно, я не могу делать эту скидку, то есть я могу делать ее рощерком пера, но это будет неосмысленно, потому что по факту, возможно, вы оставили мне какую-то другую сумму, да, в конверте, для того, чтобы я вам дал вот эту преференцию в 100 тысяч рублей. И это моментально будет использовано недоброжелателями, а вы понимаете, что у любого руководителя есть свои оппоненты, как внутри, так и вовне. Это безграмотно. Поэтому вот тот момент, когда ты говоришь, что бизнес ничего личного, вот эти вот достаточно грустные и тоже такие банальные слова, они произносятся не потому, что ты зол или не хочешь вмешиваться, а потому что есть определенные критерии, которые тебя обязывают к определенному поведению. И как только мы установили эти правила, все обиды отошли назад, и я вам хочу сказать, что количество проведенных совместно мероприятий с продюсерами, оно даже вылезло, не вылезло, выросло, потому что им стало понятно, понятные условия, и они поняли, что условия не будут меняться, и нужно понимать, как действовать. Вот как-то так. Спасибо большое. Спасибо про это. Да, это прекрасно. Мы вот немножечко чего-то узнали. Я бы хотел все-таки по последним двум вопросам еще два небольших дополнения, они просто меня действительно тоже интересуют. Когда мы говорили о взаимоотношении к бизнес-культуру, вы немножко получилось, на мой взгляд, как в романе «Мастер и Маргарита», что когда четыре доказательства существования Бога, вы их привели, но тем самым вас двигали пятое, которое все разрушает, на мой взгляд. Потому что все-таки вы подтвердили во многом мою идею, что успешные случаи это либо предрасположенность бизнеса к культуре, то есть, ну, грубо говоря, он учился музыке, мама любит музыку, он играл на спидке в детстве, там и так далее. То есть, например, вот все мои личные успешные случаи сотрудничества с бизнесом, они вот такие. Либо это вот, там, я не знаю, то есть, ну вот, обязательно какие-то персональные истории должны быть, да? Два примера могу привести вам сразу. Да, как преодолеть ваше... Я, простите, что прерываю. Вот, например, если я правильно помню, в Кемерово есть фестиваль народной музыки, который поддерживает бизнесмен средней руки, потому что он всю молодость играл на балалайке. Ну, так сложилось. У Белгородского оркестра есть замечательный проект, когда они работают, простите, с Нойзом МС, потому что Нойзом МС, который вывез их на нашествие, где оркестр имел возможность играть перед 100-тысячной аудиторией, да? Он учился Народным инстаграмм народных инструментов у художественного руководителя этого оркестра. То есть, вот они личные связи, которые позволяют делать скачок. Ну, а я вам приведу прекрасный пример, которым, мне кажется, можно гордиться. Это приезд Владимира Спивакова и виртуозов Москвы в Красноярск вот буквально пару месяцев назад. Это как раз пример личных связей. А вот как раз и нет. Объясняю, почему. Взгляните теперь это со стороны, потому что я собираюсь рассказать не про свои взаимоотношения с коллективом, а про отношения с Русалом, крупной алюминиевообрабатывающей компанией и главным экспортером Этье. Соответственно, мы презентовали им проект, показав, что при их участии мы можем увеличить количество концертов территории, попросить, предложить Владимиру Спивакову выступить в Ачинске. Ачинск, вы понимаете, да? Это очень небольшой город, который почти отсутствует в информационном пространстве, но там находится глиноземный комбинат, который входит в структуру Русала. Таким образом, мы объяснили, почему это важно для Русала. Русал сделал реальный прорыв. Ну, представьте себе, Ачинск автоматически появился на музыкальной карте, на которой бывает маэстро Спиваков. Если маэстро Спиваков бывает в Нью-Йорке и в Ачинске, Ачинск может сказать, что он тоже немножко Нью-Йорк. И это будет справедливо. Вы не представляете, сколько писем, благодарности, сообщений получил и маэстро, и наши социальные сети и прислали мне лично. Люди не верили, что в Ачинске может быть такое музыкальное событие. Средний билет стоил полторы тысячи рублей. Это очень-очень мало для концерта на 600 мест с участием звезд, ну, такого уровня. Вот. И все это получилось благодаря чему? Благодаря тому, что нам удалось убедить компанию в том, что она выиграет в инфоповодах, для людей, которые работают в городах, ее присутствие, для Джиара, который будет, потому что действительно очень много пришло почетных гостей и председатель правительства лично на фуршете благодарил коллектив и маэстро. И всем это было очень приятно. Не говоря о том, что как публика все это встретила, и Владимир Теодорович прямо действительно вдохновился, он понял, насколько искренне аудитория и насколько он был долгожданен в этом регионе. Никаких личных связей. Все правильно, все правильно, но все равно тут вот, к чему я говорю, что если сравнивать экономические разные отрасли, там вот, с тем же спортом, или с тем же, там, с поп-музыкой и так далее, все-таки здесь невероятно важна роль личности того, кто продвигает это направление, да, то есть, ну, грубо говоря, ваша роль. Если бы я был сейчас очень большим бизнесменом, даже вот после этих, вот там, 20-25 минут, что мы общаемся, я, безусловно, открыл бы все свои сейфы и помог бы вам. Карен, спасибо. Убеждаете. То есть, очень важно, вот, грубо говоря, даже маленькое пожертвование поддержит Красноярскую краевую филармонию. Вы не представляете. Это крайне важно. Сейчас, сейчас еще 5 минут, и я подпишу свою квартиру в Красноярской филармонии. Квартиру не нужно, но... Тем более, что, тем более, что вы работали в Виртузах Москвы, в Красноярске проходит конкурс у Виктора Викторовича Третьякова, у которого я учился, так что я практически обязан поддерживать Красноярскую филармонию. Ну, как минимум, специальный приз от Карена на конкурсе очень бы пригодился. Все понял. Будем работать. Ваша деятельность в Виртузах. Я так понимаю, что вы туда как раз вот после Америки попали, да? После того, как... Нет, Америка произошла во время. Я попал туда практически после выпуска на должность главного администратора, проработал на ней год, потом мне дали шанс попробовать себя на уровне заместителя директора. Это было несколько поспешное решение, но я дорастал до должности несколько лет, потом уже смог выйти на полную производственную мощность и, конечно, приобрел сумасшедший опыт, потому что уровень проектов... Ну, последний проект прошел в Давосе, где мы делали небольшое выступление, а среди наших зрителей было пять директоров Госбанка и три федеральных министра. Да, то есть я считаю, что это вот с точки зрения там какой-то уровня элитарности это был прямо топ. Расскажите, пожалуйста, а вот вы попали в Америку, это как бы благодаря тому, что вы тогда уже, получается, что вы были у виртуозов? То есть там есть какая-то связь с этими событиями? Смотрите, возвращаясь к вашему вопросу про образование, я должен ответить на этот вопрос. Любое хорошее образование нужно получать для чего-то. То есть после работы примерно в течение четырех-пяти лет в должности я четко почувствовал границы того, что я могу и что я в определенном профессиональном тупике и нужно было либо куда-то уходить в другую сторону, либо расширять горизонты. И я наткнулся на эту программу, она была новая, только второй год шла. Я объяснил им, почему я туда хочу попасть, рассказал, как я могу это полученные там знания использовать в своей каждодневной работе в виртуозах Москвы. И, соответственно, так как программа трехлетняя по месяцу каждое лето, то есть ты приезжал, накачивался знаниями, возвращался, как можно говорить, имплементировал все, что получилось, что-то проходило, не очень, возвращался, разбирал ошибки и делал это повторно и опять повторно. И вот так за три года поездок, за эксперименты, ну, практически я занимался всем, начиная от продажи билетов, заканчивая фандрейзингом, маркетингом, пиаром и вот всеми этими тонкостями. Это был удивительный опыт. Мы потихоньку уже должны закругляться, честно говоря, нам очень жаль, потому что мы можем с вами бесконечно разговаривать, нам самим, правда, очень интересно, вот без лишних каких-то Я заметил, что с дамой вы выпивали, со мной только разговоры. Дело в том, что мы приехали чуть раньше, винодельня еще не открылась, но скоро нам обещали налить. Нет, бутылки стоят, просто их не успели открыть. Евгений, есть такая пословица русская, что хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам, да? Вы, безусловно, такой классический управленец. Подожди, или как сейчас мы узнали, что может быть тогда и вообще ничего не делали. Или да, ничего не делали. Я дам вам третий вариант. Это даже интереснее. Видимо, предвижу вас вопрос, дам вам третий вариант. Давай. Да, хорошо, но я его все-таки спрошу. У вас филармония, действительно, она очень масштабная, как вы сказали, 14 коллективов, замечательный оркестр, дирижер замечательный, Владимир Ванде, то есть она действительно и конкурс Виктора Третьякова проходит, и много фестивалей, и много событий, при этом и коллектив огромный, 400, больше 400 человек, я так понимаю. Физически 500 с лишним. Да, при этом я уверен, что вот уже поняв ваш характер и ваш темперамент, вы же видите, что там стул не там стоит, там не так, форточка прибита, то есть вы детали наверняка все сами замечаете. Что в этой ситуации делать, как не побежать самому привечивать форточку и ставить стул в правильное место, да, как вот организовать процесс в большом коллективе так, чтобы не делать все вот это самому, но при этом, чтобы не было потери качества. Это изумительный вопрос, он сейчас для меня крайне актуален. Здесь я начну, наверное, с цитаты нашего замечательного российского физика Капицы, который сказал, управлять значит не мешать хорошим людям работать. и для меня первое и самое важное было это перезапустить команду, к которой я пришел, потому что я, по сути, не привел с собой ни одного своего человека и как бы, хотя некоторым даже делал предложение, но все-таки поездка в Сибирь достаточно такой будоражащий воображение поступок, вот, и при этом в команде те люди, которые были, они были крайне любопытны как профессионалы, но, грубо говоря, существующие в привычном региональном контексте, то есть вот в своих коробочках. И моя задача была дать каждому присутствующему эту коробочку открыть, дать возможность открыть эту коробочку, первый момент. И второй момент, если мы начинаем что-то новое, что никто раньше не делал, то, соответственно, нужно было эти направления перезапускать. Ну, то есть, когда я пришел, в филармонии проходила непростые репутационные издержки, связанные с коррупционными скандалами и такими некрасивыми историями, но была задача перезапустить систему управления, то есть, отдел рекламы состоял из одного человека, большинство уволилось, Сейчас у нас там работает порядка восьми человек, да, и эти люди делают то, что раньше не делалось никогда. От этого и другое качество визуального образа, подачи, присутствия в информационном пространстве, выросшие на большое количество процентов продажи билетов и прочее. Это первое. Фандрейзинг, о котором мы говорим, конечно, мне приходилось действовать как основному фандрейзеру, да, ну, за счет имеющейся харизмы, определенной репутации, но мне очень хотелось сделать максимум, чтобы я мог только поддерживать эту функцию, наставляя людей, которых привлеку в команду. Так, к нам, например, присоединилась девушка из фонда дикой природы. Это очень, сами понимаете, уважаемая организация, вообще базирующаяся на привлечении средств. Вот мы дали человеку возможность развивать направление, и сейчас она потихонечку начинает двигаться уже к самостоятельным проектам. Следующий момент. Продажи были перезапущены. Это тоже такое мое ноу-хау, оно несколько будоражит творческую общественность, потому что я, в первую очередь, привлекаю специалистов, а потом даю им компетенции в культуре. То есть, к нам может прийти человек, который не понимает, кто такой Николай Луганский, но понимает, как работает касса. И когда он на свое знание о работе кассе накладывает уже полученный культурный опыт и понимает, что Николай Луганский это главная часть афиши, то в этот момент все срастается. И самое интересное, что узнать о Николае Луганском требует гораздо меньше времени, чем понять, как работает касса. И, то есть, чтобы вы понимали, там специалист, который у меня занимается продажами, раньше работал в продажах на почте России. И посмотрите на это, как на корпорацию, государственную, огромную, он понимает, как устраивать процессы. То же самое, человек, который является моим заместителем по маркетингу и рекламе, пришел из теле-2 из продаж коммерческой рекламы на радиостанции. И только потом оброс компетенциями о том, в чем разница между солистами и виртуозами Москвы. Таким образом, безусловно, есть небольшие ляпы, есть смешные казусы, с которыми мы сталкиваемся, но их легче преодолеть. Понимаете? Вот. И следующий, самый тонкий момент, это доверие. В нашей стране действительно все пытаются сделать все самому, но таким образом погрязают в текущих оперативных процессах, в каждодневных проблемах, не имея возможности выдохнуть. Я вам сейчас расскажу свою любимую притчу на этот счет, когда вот закончил основную историю. И вот это доверие, ты доверяешь людям действовать. И здесь мы сталкиваемся с интересной сибирской проблемой. Люди скорее готовы не выполнить поставленную задачу, чем ошибиться, выполняя. Это очень любопытный момент. Я всегда говорю, что приму ошибку, если вы логически объясните, как к ней вышли. И мы ее преодолеем, полученный опыт обработаем и дальше будем действовать эффективнее. Таким образом, каждый человек, я обрел свои опоры, у меня четыре заместителя, с каждым я отдельно работаю активно. Один курирует здания и технические службы, второй маркетинг, пиар и продвижение, третий, соответственно, концертную деятельность, четвертую финансово-правовую и экономическую, с которой, перестраивать которую мы начали в первую очередь для того, чтобы все мои действия имели под собой какую-то подпорку и чтобы разговор был не на словах, а, грубо говоря, в юридическом поприще. А для чего все это делается? Вот я подошел к притче, если у нас есть пару буквально минут на нее. Это притча про лесорубов, о том, что, по-моему, в Норвегии есть соревнования по рубке леса на скорость. И, значит, некий Ганс и некий Йохан с каждой своей стороны рощи начали рубить деревья по сигналу. И в какой-то момент Йохан перестал рубить. А Ганс слышит, что Йохан, ну нет, стука топора, Йохан не рубит. И он давай с удвоенной силой включаться. И пока Йохан, вот не покладая топора, весь час рубил и слышал, как Ганс уже несколько раз как бы откладывал топор, а значит, все, победа в кармане, пришел к финишу, при подсчете оказалось, что у лесоруба, который откладывал топор, гораздо больше срубленных деревьев. И когда они стали разбираться, что это за мухлеж, он же говорит ему прямым текстом, ты же, ты же не рубил, ты же отдыхал. Он говорит, да почему ты решил, что я отдыхал? Я точил топор. Вот это ключевая мысль. То есть, если ты готов делегировать и готов доверять, у тебя появляется больше времени для того, чтобы точить топор, в данном случае, из твоего разума, мысли, да, а значит, есть возможность вздохнуть и посмотреть на день, два, три, на несколько шагов вперед. И это позволяет принимать чуть более долгосрочные решения и вывести себя за вот эту каждодневную рутину. А значит, есть разговор, о перспективе, а говоря о перспективе, есть разговор о планировании финансов, можно разговаривать со спонсорами. Сейчас, вот в это непростое время, в течение месяца-двух, начнется верстка всех бюджетов на 21-й год. Если у вас уже нет в кармане портфолио или, как я называю, это меню проектов, то вы все упустите. И это Россия, конечно, в ноябре еще что-то можно будет исправить, но ключевые, большие проекты нужно заделывать сейчас. А без видения перспективы этого невозможно. Карен начнет Блиц, я бы хотел вас поблагодарить за эту беседу. Я знал, что это будет так интересно, потому что я говорю, просто вот прочитав о том, какая у вас была жизнь до сегодняшнего дня, и это всего лишь официальный, это текст, это ничего такого особенного, но в нем понятно, что у вас есть огромный опыт. И что я хочу сказать, у нас есть еще несколько очень хороших вопросов, которые, ну вот прям очень хочется задать, но так как мы не можем два часа делать, мы не можем быть так долго в эфире, я хочу сказать... Максим, платные консультации в скайпе, это мое все. Приходите. Я хочу сказать, что мы можем продолжить нашу вот эту вот беседу в Красноярске, когда мы приедем туда играть концерт, и уже не надо будет никакого скайпа, мы уже живьем доспрашиваем те вопросы, которые нас осталили. Я боюсь, что с Евгением вот такой вариант предложения программы может не сработать, но попытка хорошая. Но вдруг это будет не Евгений, кто нас позовет, может быть, там какие-то еще организации есть, кто знает. Мы всегда рады, мы всегда рады, коллега. Спасибо. У нас в конце небольшой блит, вот, будем ждать ваших ответов, коротких и ярких. Мажор или минор? Мажор. Оркестровая музыка или камерная? Оркестровая. Публика идет на исполнителя или на композитора? На исполнителя. Спасибо. Концерт в двух отделениях или в одном? В двух. Должен ли директор филармонии быть музыкантом? Это у нас общие вопросы ко всем. Не в бровь, а в глаз. В душе. Отлично. Бюджет или самоокупаемость для концертной организации? Бюджет однозначно. Задача филармонии развлечения или образования? Просвещение. Прекрасно. Эмоциональное удовольствие или интеллектуальное? Оба. Отлично. Ну и последний вопрос. Я думаю, что у вас с ним проблем быть не должно. Скрипка или альт? Я люблю арфу. Оригинально. Чтобы никого не обидеть. Правильно. Правильно. Но вы, как человек, работавший в виртуозах Москвы, могли совершенно спокойно сказать скрипка. Никого не обидеть. Арфа – это все-таки наш альтовый инструмент. Альтовый инструмент. Все-таки в консерватории была кафедра Альтая и Арфа. Альтая и Арфа. Это, кстати, правда. Да. На Евгении не это имел в виду, я надеюсь. Огромное вам спасибо. Замечательные ответы, замечательные разговоры. Я уверен, что с таким директором, как вы, в Красноярске проблем не будет в ближайшем... Я надеюсь, что десятилетие. Аплодисменты. Прямо вот суперский разговор. Отлично. Спасибо вам большое за внимание. Очень лестно, приятно. В достойной компании. Это было одно большое удовольствие. Скрасили воскресенье. Спасибо. А как? До свидания. Всего доброго. Сегодня в рубрике «Советы мастеров» мы говорим с Борисом Лифановским, знаменитым музыкантом, блогером, человеком-форумом и вообще человеком, который начал движение о классической музыке в интернете, когда еще никто об этом не знал, что так можно будет. И мы спросим Бориса о том, как должен выглядеть настоящий, хорошо составленный и сделанный пресс-релиз и вообще, что это такое. Добрый день, Борис. Привет, Карер. Привет, Макс. Боря, да, если можно, мы будем общаться как обычно, а не как будто бы мы впервые видим все. Слава Богу, в нашей дружбе многолетняя история. Боря, ну, на самом деле, вопрос серьезный и многие музыканты с этим вопросом сталкиваются, иногда, причем, уже, к сожалению, в виде упрека за написанное ими или не ими, поэтому хотелось бы избежать вот каких-то пограничных таких ситуаций и предупредить, что называется, катастрофу. Ты действительно известен своим авторитетным мнением в области написания пресс-релизов, и ты часто высказываешь свое мнение на тему каких-то ошибок в пресс-релизах, которые публикуются в интернете. Вот в двух словах для человека, плохо понимающего русский язык, объясни, пожалуйста, чего никогда не должно быть в пресс-релизе и вообще, как он должен выглядеть. Это тот случай, когда в двух словах не скажешь, а одним неприлично. Поэтому я бы немножечко начал издали, я бы прежде всего начал с того, что человек, который собирается писать пресс-релиз на что угодно, это может быть концерт, это может быть фестиваль, это может быть даже выставка, вообще что угодно, он прежде всего должен начать с того, что он должен понять, насколько есть спрос на то, что он собирается продвигать. То есть вообще любое продвижение начинается не с продвижения, а с формулировки идеи, с формулировки тех вещей, которые вы хотите до кого-то донести. Значит, соответственно, прежде чем писать пресс-релиз, а пресс-релиз что такое? Это некий набор слов, который адресован сначала журналистам, да, и потом журналисты уже из этого набора слов, которые сделали вы, делают свою новость, как правило. Прежде чем обращаться к журналистам, необходимо объяснить самому себе, то, что ты делаешь, это нужно или нет, это будет иметь спрос или нет, потому что мы знаем, например, существует такая вещь, как билет в кино, допустим, там в Москве стоит 250-300 рублей, люди ходят в кино постоянно, на концерт билет тоже может стоить 250-300-500 рублей, но люди почему-то считают, что это дорого. Вот значит, чтобы люди не думали, дорого это или нет, вы должны, прежде чем начинать продвигать концерт, вы должны себе сами объяснить, нужен этот концерт кому-то или нет. Вы тот исполнитель, на который вы хотят прийти, вы играете ту программу, которая интересна людям или нет. И вот все-все-все вот эти вещи нужно для себя сформулировать. когда вы себе объяснили, зачем все это нужно, тогда можно начинать уже формулировать это для кого-то другого. Что касается конкретно, отвечая на ваш вопрос, товарищ Голден, что касается конкретно написания пресс-релиза, есть ряд правил, которые я всегда рекомендую соблюдать, их никто никогда не соблюдает, но это ничего страшного, потому что, так сказать, мы знаем, что чем меньше людей вокруг хорошо выполняют свою работу, тем больше у нас, у тех, кто хорошо свою работу выполняет, тем у нас больше работы. Что касается правил составления пресс-релиза, во-первых, первое и главное, нужно понимать, для кого, для какого издания вы готовите пресс-релиз, потому что, если вы готовите пресс-релиз для классикового музыкньюз.ру, это одно, здесь вы рассчитываете на определенный тип журналистов и определенную аудиторию. Если вы готовите пресс-релиз, а такое бывает, вы готовите одновременно несколько пресс-релизов, потому что, как раз таки, вы рассчитываете на разные аудитории и хотите максимально охватить разных людей, которые потенциально могут прийти на ваш концерт. Если вы готовите пресс-релиз для журнала Космополитен или для журнала Esquire или еще для любого другого издания, которое вы можете себе представить, что может этим заинтересоваться, значит, нужно прежде всего себе представлять, кто это издание читает, для кого это издание работает. Дальше вы начинаете уже какими-то способами пытаться привлечь журналиста конкретного издания к своему событию. Потому что мы понимаем, что когда вы пишете пресс-релиз, это не новость в общем случае, это не новостная статья, это тот материал, который должен сначала заинтересовать журналиста. если журналист заинтересуется, значит, потом он будет уже своими способами заинтересовывать своих читателей. Таким образом, пресс-релиз начинается с заголовка. Значит, в заголовке должно быть точно обозначено о чем, собственно говоря, пресс-релиз. Дальше, буквально, в одном-двух абзацах нужно изложить все самое основное, что касается вашего события, будь это концерт, фестиваль, повторяю, все что угодно. И дальше все менее важные вещи уже идут к концу релиза. То есть, самое главное правило, одно из главных правил в составлении пресс-релиза, важная информация в начале, менее важная в конце. У нас на сайте есть в разделе О нас статья, которая называется Бриф для пиарщиков. Там вот все вещи, которые я скажу и даже те, которые не скажу, они там есть. Основные вещи. Заголовок не должен быть длиннее 70 символов с пробелами. Лид пресс-релиза, основное, первый абзац, не должен быть длиннее 170 символов с пробелами. Сам пресс-релиз должен состоять как минимум из 6 абзацев по длине не менее 1600 знаков с пробелами. Вот. Вот такие требования технические. Что касается содержания, первое, опять же, и, к сожалению, в наше время может быть вообще самая главная вещь. Желательно, чтобы все было написано грамотно. То есть, слова писались без ошибок, запятые расставлялись там, где они должны стоять, а не там, где вам, может быть, хочется их поставить. Такое бывает. Ну вот, ну мучается человек, хочется ему где-то поставить запятую, потом другие люди читают и смеются. Иногда действительно бывает такое, что замечательный текст, очень красивый, очень симпатичный, эффектный, так сказать, ну вот все самые лучшие слова, которые можно сказать, про него можно сказать. И он написан так чудовищно с точки зрения орфографии и макутации, что хочешь его закрыть и больше никогда не открывать. Поэтому грамотность, простая человеческая грамотность вот с точки зрения русского языка, это тоже очень важно. Какие-то вопросы у вас есть, Карен Деграндович? Отлично, совершенно отлично ты ее сказал, очень емко и буквально обо всем. Единственный маленький вопрос есть, ты сможешь на него коротко ответить, я не знаю, возможно это или нет, три слова, которые никогда нельзя употреблять в пресс-релизе. Это могут быть разные слова, не обязательно в одно предложение. Нет, ну на самом деле, что касается трех слов, вот такой блиц я не могу сказать. Ну, может быть, нельзя употреблять великий, выдающийся, еще что-то такое. Потому что пресс-релиз это не, вот я уже, по-моему, про это говорил, если не говорил, то могу сказать. Пресс-релиз это не статья, это информация для людей, которые уже будут делать статью. Поэтому лучше, чтобы там не содержалось каких-то, так сказать, таких вот слов-паразитов или каких-то очень преувеличений или какой-то литературщины такой, которая будет мешать человеку это воспринимать. Потому что если вы отправляете письмо с пресс-релизом журналисту, значит, вы предполагаете в принципе, что человек разбирается вообще в теме или эта тема может быть ему по каким-то причинам интересна. То есть, что-то он об этом знает. Лишний раз пытаться забросить ему в мозг, что там некий скрипач, про которого два с половиной человека знали вчера и три с половиной человека будут знать завтра, что он там является каким-то великим, выдающимся или единственным вообще в мире, по любому, так сказать, по любому параметру. Но это, в общем, почти что неуважение к тому человеку, которому вы посылаете вот свой текст. Поэтому лучше, так сказать, не пытаться мухлевать и не преувеличивать значимость своего текста, потому что ваша задача не поразить человека, который этот текст прочитает, этот релиз прочитает. Ваша задача сделать так, чтобы ему стало интересно в своем издании ваши события осветить. Ваши гости в предыдущих передачах говорили, что программы филармонические какие-то, допустим, что они не конкурируют с теми программами, которые звучат, допустим, не в филармонии, а в каких-то других залах. Вот здесь это очень важный момент. Они, может быть, не конкурируют с точки зрения насыщенности какой-то эмоциональной, смысловой и так далее. Но с точки зрения людей, которые ходят на концерты и вообще живут, допустим, в городе, они вполне даже конкурируют. То есть получается, что ваш концерт или ваш фестиваль, который вы проводите, неважно где, в Москве, в Ереване, в Нью-Йорке, где угодно, он конкурирует не с другим таким же концертом, не с другим таким же фестивалем. Он конкурирует с любым событием, которое происходит в городе. Из этого что следует? Из этого следует, что пресс-релиз недостаточно направлять, допустим, в одно издание или в наборы изданий, которые занимаются, допустим, в нашем случае академической музыкой. Мы же знаем, как это происходит. Вот в соцсети, допустим, человек создал события про свой концерт и туда пригласил всех твоих друзей. Ну, молодец. Но дело в том, что друзья, может быть, даже придут. Очень-очень вероятно. Не все, но кто-то придет. Но денег они тебе не принесут. Тебе будет неловко с них брать деньги. Чтобы завести на свой концерт широкий круг людей, широкий круг слушателей, нужно рассылать пресс-релизы в разные издания. А для того, чтобы адресовать этот релиз к разным изданиям, нужно узнать, с какой аудиторией работает каждое издание и искать для каждого издания какой-то свой ключик, который им именно это издание заинтересует и заинтересует в результате именно аудиторию этого издания. Я вот был недавно, у нас была конференция в Зуме. Я как раз, может быть, не самый удачный пример, немножко такой костыльный, но он в принципе понятный. Допустим, у вас идет концерт оркестра филармонии. И вы хотите, чтобы об этом концерте написали, допустим, какие-то издания. Значит, вы посылаете этот релиз или там пост-релиз об этом концерте в классическом Music News.ru. Все хорошо, издание публикует этот релиз или новость об этом концерте и все, значит, замечательно. Но об этом концерте таким образом узнает понятно небольшое количество людей. То есть только те люди, которые интересуются академической музыкой. А вам по каким-то причинам хотелось бы, чтобы об этом концерте узнало больше людей. И вы тогда, допустим, посылаете другой релиз, уже по-другому написанный, в журнал Космополитов, где делаете акцент не на том, что был концерт филармонического оркестра где-то. Потому что журнал Космополитен это, понятно, дело, что неинтересно. Но если у вас на концерте были какие-то знаменитости, то вы журналу Космополитен в своем пресс-релизе рассказываете, что там был, допустим, Карен Шагалдян или Максим Новиков. И в таком случае, естественно, журнал Космополитен, который филармонической жизнью не интересуется, а светской хроникой интересуется очень, зная, что на концерт пришел или Новиков или Шагалдян, они, естественно, об этом напишут, потому что светская хроника это их, так сказать, хлеб. Вот такой еще есть момент. Спасибо, спасибо, Борь. Спасибо. Спасибо большое. Пока. В нашем сегодняшнем послесловии я бы хотел вас познакомить с замечательным произведением Айвара Каллиса «Токата» в исполнении Иветы Абкалны. Ссылки на ее другие исполнения и на другие произведения Айвара Каллиса будут в описании. Приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Айвара Каллиса Айвара Каллиса Субтитры создавал DimaTorzok Айвара Каллиса Субтитры создавал DimaTorzok Айвара Каллиса Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Айвара Каллиса Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok